МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотри. О, пришел, пришел. Кто это? Кто? Тарасов. Тренер ЦСКА. И сборный. Да, и сборный. Самый мощный советский мужик после маршала Зукова. Братильник, погоди, а как же? Ленина я не беру. Валер, смотри. Тарасов пришел. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Должен вам сказать, что хоккеисты команды ЦСКА тренируются много, усердно и творчески. Мы хотим и в этом сезоне порадовать наших любителей. Все делать задорно, зло и как истинные мастера. Хорошо? Нет, будут из вас задающиеся хоккеисты. И будут хорошие мужички. А Глазенки где? Неужели не можем еще раз отбезти? И чтобы страшно было. Да! Пошли! Вы посмотрите, какие танцы, а? На сопках Манчжурии, вуги-вуги, атомика. Ну-ка, покажи мне танцы. Пошли танцевать, бросать и кувыркаться. Да! Молодой человек, вы сейчас бросили, а не кувырнулись. Пять кувырков. Пять кувырков, заленный. Вы не умеете выполнять волю тренеров. Значит, из вас ни черта не получится. Вы же игроки творческие. Прошу мальчишки все время постоянно думать. Страсти мало для того, чтобы стать мастером. А где Канадец? Почему не бьем Канадца? Звезда любви, Звезда волшебная, Звезда прошедших лучших дней. Ты будешь вечно незабвенная. Мне повезло, я жму все-таки говорю. Я в ЦСКА вообще воспитывался. Это та школа, которую создал Великий Тарасов. Если вы следите сейчас, фильм «Легенды 17» был. Есть такое понятие «Советская школа хоккея». Она, к сожалению, умерла. Ее больше не существует. Анатолий Владимирович Тарасов опередил время надолго вперед. И главное вообще у него в системе была подготовка, то есть тренировка, воспитание патриотизма, уважение, честь и флага, то есть той команды, за которую вы играете. Это очень важно. Это с детства нужно знать, ребят. Это во всем мире так и есть. Поверьте, я 9 лет играл в НХЛ и 4 года тренировал. Для них очень важно тоже, что у них на... Игрок ценится сегодня не потому, какие-нибудь индивидуальные качества, насколько он, в общем, командный игрок. И вот то, на чем мы воспитаны, важно уважать то, что у тебя на груди, название твоей команды страны, а не то, что у тебя на спине, твое имя, твоя фамилия. В общем, это целая философия. А вот еще одна интересная история из жизни Анатолия Владимировича. В 1961 году Тарасов сам уволился с должности главного тренера. Причиной его ухода стало то, что он не стал выполнять приказ властей советского государства. Дело в том, что от Тарасова потребовали, чтобы его команда в матче с Чехословакией позволила сыграть с одинаковым счетом, что обеспечило бы и почетную серебряную медаль. Однако, конечный счет был 5-2. Победа осталась за нашими, а его уволили. Однако, вот в этой ситуации проявилась вся бескомпромиссность и настоящая любовь к своему делу Анатолия Владимировича. У вас прекрасная работа, мальчишки. Вы можете обыграть двух, а то и трех игроков. Берите на себя. Будьте самостоятельны. Потеряли шайбу здесь же, зубами за нее. Ты согласен, коллега, нет? Давай выпустим еще разочек эту петелочку. Договорились? И сейчас же мне принесет инспектов команде. Давай, готовь. Для меня хоккей, говорит Тарасов, всегда нов, свеж, вечен и неповторим. Я знал, что не всем я нравлюсь, потому что быть профессиональным тренером это добиваться своего. Надо иметь идею, надо иметь мечту. И к этой мечте идти, перейти. Спорить за нее? За нее нет, биться за нее. Если кто-то из игроков. Вон за нее, она, она. Любовь. 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 Субтитры подогнал «Симон»